здравствуйте в эфире телеканал айтон тв программа тема дня меня зовут александр гурарье и я обращаюсь к вам с традиционной просьбы подписывайтесь на наши каналы в ютубе подключайтесь к нашему телеграмму ставьте лайки делитесь нашими видео задавайте вопросы мы постараемся на них ответить в наших программах ну а сейчас я с удовольствием представляю своего собеседника доктор владимир миссамет иранист еврейский университет в иерусалиме здравствуйте уважаемый доктор добрый вечер и так ну в общем то понятно что говорить мы будем про иран и так выборы в иране выборы в иране прошли второй тур закончился масуд пазишкиан кандидат открыла реформистов победил во втором туре президентских выборов несколько слов если позволите о личности нового президента и его пути в большую политику во-первых пришел к власть пришел президентской власти совсем не молодой человек в общем в этом году сентябре мы стоим 70 лет это принципе по иранским законам там разрешается выдвигаться президенты от 35 до 75 лет так что он ничего не нарушил но опыт достаточно опытный человек обладающий хорошими профессиональными данными по той по той области о чем говорит его фамилия дело то что слово пиздеж по персидски это врач он как раз поэтому врач кардиолог представитель довольно серьезной профессии в общем и иране человек очень выходит из простой семьи в иранском азербайджане он по национальности полукровка у него отец азербайджанец мать курдянка вот и поэтому кстати сегодня одна иранская газета сделала намек на его иранское происхождение потому что она напечатала на первой иранско-азербайджанская иранско-азербайджанская она напечатала его портрет и написала яша сын иран да здравствуйте иран по азербайджанец что он азербайджанец хотя в иране в общем это особо не имеет значения там очень много людей во власти азербайджанцев по моему ахмадий диньджан тоже была азербайджанская как раз персом а религиозный лидер является азербайджанцы а даже так даже так да и там очень много действительно людей так сказать вот но для них важно то что они иранцы а то что они азербайджанцы это надо вот таком что ли уровне идентификации занимать на третье или четвертое место вот он родился в иранском азербайджане все время там жил там окончил в начале техникум потом он учился медицинском институте потом он кстати стал ректором того того медицинского университета в котором он учился вот и в общем очень рано сделал карьеру и поэтому когда поэтому уже в девяносто седьмом году когда он был ректором как раз азербайджанского тибристского медицинского университета вот он стал заместителем министра здравоохранения в общем причем девяносто седьмой год это время первый этап прихода к власти в иране реформатора во главе с тогда был след мухаммад хатыми он пригласил его заместителя министра скоро он стал министрами он пять лет занимал в общем занимал пост министра причем как раз вот будучи министром он очень много сделал в реформаторском направлении реформировал иранскую медицинскую медицинскую систему вот и поэтому собственно туда показал себя как раз верным идеям идеям своего наставника то есть иранского президента тогдашнего вот и дальнейшую карьеру он уже делал по парламентской линии потому что он после того как ушли с иранской арены реформаторы то есть это было в 2005 году когда пришел как раз власти ахмадин и жад вот он тогда стал был избран парламент от как раз от своего округа в городе тибриз и все время его называют депутат парламента тибриза вот и собственно говоря там он был вице-спикером потом стал в последнее время стал первым вице-спикером то есть делал в принципе нормальную карьеру при этом он был достаточно замедлен своими реформаторскими заявления причем которые выходили даже за рамки того о чем говорил скажем президент ирана президент ирана например тогда вы помните девяносто девятом году был реформаторскую идею диалога цивилизации вот как раз пизишкиан был одним из тех кто проводил это проводил это в жизнь вот и собственно говоря вся дальнейшая карьера его связана как раз как раз с реформаторским крылом именно от этого реформаторского крыла он пошел как раз уже избираться президентом хотя в принципе в настоящее время реформаторское крыло крайне слабое если посмотреть на результаты недавно прошедших парламентских выборов то там в общем крайне крайне мало депутатских мест предложить реформатору тем не менее он пошел на выборы в общем то и в общем как видите одержал одержал победу и поэтому собственно говоря все сразу связывают его победу как раз вот с тем что он должен проводить некую реформаторскую линию в иранском в иранской политической жизни вот и видимо так она будет тем более он уже своих заявлений в каждом заявлении которые он делал в последнее время когда в иране началась президентская кампания он неоднократно говорил возможно например необходимости даже необходимости изменения политики по отношению к дресс-коду для ирана это очень важный важный вопрос потому что вы знаете что все вот последний протест на акции проходили как раз по этой линии кроме того он очень серьезно поднял вопрос о том что ирану нужно сближение с западом он даже говорит о сближении соединенными штатами и для него это немножко странно потому что обычно такие заявления делают люди которые учились на западе скажем президент например министр на страну мухаммад зарев который сейчас является его очень важным сподвижниками может быть даже будет виден это опять на пост министра на страну дел ошелем увидим вот так он говорил о сближении даже с америкой но понятно что никакого сближения с израилем разговора и не было поэтому собственно говоря и я думаю что вот то что он как бы человек который пытается найти какие-то новые направления внешней политики может это привлекло к нему благорасположение религиозного лидера потому что в принципе религиозный лидер ищет себя человека который будет во первых и мы всегда ищи людей которые будут податливы которые точно будут таскать и с ним солидаризировать проводить его линию к тому потому что когда мы говорим что в иране президент эта фигура совсем не первого порядка но понимаем что это не первого порядка нет фигура достаточно самостоятельно поэтому есть президенты которые делали это резкие движения которые очень не нравились айтубе хумы и частный технику замечен например махмуд ахмадинжат который будучи президентом устроил даже забастовку 11 дней и выходил на работу сказал я но его это потом припомнили да потом следующий раз когда я вам захотел выдвинуться еще он был два срока в общем президентами спокойно и очень громко себя вел это не помешало то есть хотел показать что несмотря на то что президент фигура подотчетный религиозным лидер он одновременно у него есть свои амбиции он глава исполнительной власти кроме того он же совмещает одновременно выполняет и пост премьер-министра который у них был ликвидирован ликвидирован восемьдесят девятых годов вот поэтому 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 хаммуд и не хотел бы собственно повторение таких инцидентов и поэтому сейчас выбираем между двумя он наверное предпочел печал пизишкияна который менее амбициозен и более и более податлив чем например тот же сейджа любви который такой весь из себя герой потерявший ногу на фронте который ксировец такой самозабвенный надо таких героев нам не надо но вы знаете вот я хотел вот ваше мнение вот по такому вопросу вот все мы понимаем что выборы выборами но как бы вот этот жесткий контроль жесткий отсев которые проходили все кандидаты он же не случайен и вот как получилось что вот именно этот кандидат дошел до финишной прямой и с одной стороны его называют реформатором с другой стороны как мы уже с вами говорили он на половину азербайджанец на половину курд повлияли вот эти два фактора на ваш взгляд на то что верховный лидер все-таки позволил ему принять участие в выборах и значит высказал свое расположение то есть я имею ввиду с точки зрения вот внутренних разборок в иранском обществе ну дело то что иран все время себя декларирует как страна такой нормальной исламской демократии ну да нормальный но она исламской да 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 и в принципе зачастую это действительно так потому что бывали случаи вот тот же хатэби пришел в власти совершенно неожиданно что касается нынешнего вот эпизода то в принципе ведь хаманы хотел показать через наблюдательный совет что они готовы пропустить не только фундаменталистов которые сейчас в парламенте составляют просто жесткое большинство но хотели пропустить руководителей других представителей других политических сил потому что в иране несмотря на то что мы всегда упрощенно говорим что там есть только реформисты реформисты либералы и фундаменталисты фундаменталисты такие крайне жесткие такие но с другой стороны есть очень много политических сил и нельзя упустить нельзя сосредоточиться только если скажем наблюдательный совет пропустил шесть человек нельзя чтобы это было все только фундаменталисты потому что сами избиратели это не поймут и могут просто бойкотировать кроме того а это лаховы наивиде что в последнее время там определенный такой кризис легитимности то есть очень низкая явка например вот на парламентских выборах она составила чуть больше 30 процентов это очень мало потом были первый тур президентский выборов она составила 40 и это для него тоже мало потому что были случаи когда было 70 и 80 процентов явки поэтому нужно было поднять явку и поэтому он решил что если скажем на первом этапе там не появился вот одного лидера трудно было говорить о том насколько действительно жесткая идет жесткая такая межпарламентская борьба насколько электорат действительно жестко взялся за дел и решил выбирать того кто по духу электорату и поэтому собственно говоря эти эти два которые прошли они должны были показать что во первых есть действительно два крыла которые которые то во первых эти оба крыла они верны исламскому режиму то есть нельзя думать что тот же например он менее представитель исламской власти чем боевой ксировец саид джалили который который занимал крайне важный пост секретарь высшего совета национальной безопасности был руководителем иранской переговорной команды нет есть вот два человека кроме того это привлекает внимание избирателей которые видят что есть между тем выбирать собственно говоря поскольку было между тем выбирать в данном ситуации в данной ситуации очень многие кто раньше казалось раньше им казалось что они ничего выбирать не могут влиять не могут сейчас решили что можно ли сильно выбирать между двумя представителями один из которых заявляет о возможности пересмотра иранской внешне внутренней политики критики скажем например новых законов вера недавно совсем был принят новый закон на кодекс исландской адрес код поэтому как бы он многих не устроил поэтому они думали может быть второй человек то есть реформатор который берется к власти может быть он эти вопросы будут решать и кроме того вопрос антизападности тоже вопрос не всем нравящийся поэтому когда он тоже заявлял о том что он что он поставь если станет президентом то он пересмотрит эти вопросы отношений западом потому что иран себя часто очень декларирует как страна довольно серьезных внутренних возможностей среди самоидентификации иранцы очень много учились на западе и сейчас очень хорошее отношение у многих людей по линии личностных поэтому собственно это привыкло избирателей получилось что вот тот кризис легитимности который был из крайне низкой явки определенным образом преодолен сейчас почти 50 процентов вот и причем действительно видна была состязательность поскольку значит в этой состязательности эти 16 миллионов у пизешкияна и около 14 там 13 с чем-то миллионов у джалили поэтому это очень серьезно да такое почти равновесие важные силы да я думаю что в данном случае просто и сам религиозный лидер видимо задавал тон и он определенным образом стимулировал потому что у него есть большие рычаги воздействия его слушают слушают пытаются голосовать за того на кого он укажет иране ведь очень есть возможность маневра возможность маневра в том что есть прирученные определенным материальным образом массы населения которые голосуют так как им укажут бюджет бюджетники иначе говоря да во первых во вторых это ксировцы вот это так называемые можно назвать наши еврейским словом милуимники есть такой корпус басидж резервисты на сервисы на которых в иране 12 13 миллионов очень много их можно повезти с собой поэтому в общем то намеки при религиозный лидер страны прямым текстом ничего не говорит его надо угадать и угадали правильно собственно говоря и поэтому проголосовали за пизишки я на и вот получилась та ситуация которая на сегодня есть и она во многом может отразиться на дальнейшей судьбе ирана вот 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 об этом я как раз и хотел еще одно сказать что в принципе победа пизишки я на была запрограммирована еще и тем что в иране уже сложилась традиция значит реформатор фундаменталист реформатор фундаменталист все идет через один раз на то есть такая зебра своеобразная черная-белая черная-белая черная белость последний вот фундаменталист он был у власти очень мало всего три года и в значительной мере в общем доказал непредложенную истину что фундаменталисты власти хуже ведут дела чем будут чем ведут в общем них либералы хотя рука не тоже не демонстрировал большого подхода но по крайней мере что-то вот сделал и в общем-то вот эта зебра как бы немножко сработала и поэтому в общем это было как бы определенным образом запрограммировано хотя могла это могла такая тенденция нарушится но она вот не нарушилась и к власти пришел вот реформатор ну и вот он типа реформатор на ваш взгляд какие-то изменения следует ожидать во внутренней но и во внешней политике никаких фундаментальных конечно ожидать нельзя реформы реформами потому что это все же религиозный лидер команды но у президента страны это человек который остриотачивает себе и и исполнительную власть и с другой стороны это как бы пример министр у которого очень сильные рычаги воздействия может вести независимую политику не оглядываясь каждый раз на президента на религиозного лидера страны который в общем убирание определенный культ личности создал уже его назвать диктатора то есть он уже поднялся высоко и в этом плюс в том плане плюс для президента что он не лезет в каждую дырку затычки простите мне такую непарламентскую фразу то есть он как бы разрешает определенные тактические шаги делать самому президенту поэтому скажем хатамин мог сделать вот так поэтому например скажем тот же президент рухани недавно ушедший мог спокойно довести до конца скажем подписание договора СВПД за которого его потом нещадно ругали но дело уже было сделано для иранцев это был большой шаг вот и поэтому пришедший сейчас он может многое сделать во-первых он может реализовать свои задумки по части как бы некоторого поворота на запад то есть сближение с западом потому что в иране очень много умных людей которые понимают что в общем ориентироваться на глобальный юг это не всегда хорошо иран страна как они любят говорить выбивающаяся из ближневосточного преимущественно арабского контента и поэтому в общем они могут где-то посмотреть и на запад и допустить какие-то шаги влево он выступает за то чтобы во первых иранская ядерная программа была до чего-то доведена потому что он как реалист понимает что если действительно делать то что сейчас делают то есть воспользоваться войной на ближнем востоке для того чтобы протолкнуть вперед свои ядерные амбиции дать им волю но он понимает что так вечно быть не может нужно какую-то реальную позицию занять америка делает все время определенные намеки то что она хотела бы чтобы как-то было пересмотрено чтобы было достигнуто какие-то нормальные шаги и в общем не получилось бы того чем угрожает израиль то есть чтобы страна лишилась своей ядерной инфраструктуры поэтому он наверно будет на этом настаивать в контексте своей западной политики если настаивать на переговорах и на возвращении к ядерной сделке да да пересмотрены конечно не той которая есть потому что он понимает что если они действительно во-первых в иране все же не хотят говорить о том что они могут принять политическое решение по части атомной бомбы они об этом не говорят они иногда вытаскивают идею о том что что религиозный лидер страны выпустил религиозную светлу о том что иран не может обладать оружием массового уничтожения поэтому это как бы это не наш путь поэтому он может опять поднять этот вопрос вопрос это может опять затянуться но то что вот сегодня на страницах газет мы видим рядом с пизешкианом фотографию зарифа говорит о том что он видимо ее команде может дальше видеть то что зариф как раз знаете выступал и он активно работал по части подписания по части подписания ядерного соглашения ему даже достались лавры человек который сделал сделал для ирана много подписав ядерную программу ветеран после подписания ядерной программы какое-то время воспользоваться благами подписания ну там вернули какие-то какие-то доллары там какие-то миллиарды началу ему продали какие-то самолеты. Поначалу это было недолго, но это было. Поэтому люди видят, что должно быть. Кроме того, он активно говорит о том, что в Иране очень серьезная экономическая ситуация. Он, будучи министром здравоохранения как раз в той сфере, в маленькой сфере, но ему подойдет в той сфере, как раз проводил какие-то экономические шаги. Поэтому он говорит, что сейчас нужно быстрее покончить потому что в Иране действительно за последние несколько лет, за период нахождения у власти Рейси там произошел чудовищный спад национальной валюты. Она равнялась 30-40 тысяч туманов или 300-400 тысяч реалов за один доллар. Это представить трудно. Все миллионеры. И было такое. Сейчас стало приблизилось к 70. Это громадное просто. Это невероятный груз, который дальше. То есть идет падение иностранной, местной валюты, да? Да, да, да. Колоссальное падение просто. Колоссальное. Вспомним, например, о том, что когда шли переговоры по иранской атомной программе, доллар равнялся 4,6 тысячи, а сейчас 70 тысяч. Представьте, что произошло за эти годы. Поэтому все это видят, все это понимают, все это ощущают, все видят эту инфляцию. И понятно, что если человек в программных речах говорит о том, что он постарается с этим как-то совладать. Об этом, правда, говорил и Хасан Рухани. Он это практически не сделал. Потому что он был, собственно говоря, человек религиозного сана, и он как бы меньше и меньше сделал. Он просто больше молился на эту тему. Да, это практически человек, человек-практик, так сказать, хирург, враг, человек, который приближен к современным технологиям. Хотя одновременно он, кстати, является в очень известном виране с чецом Кораной. И, в общем, выступает в этом облах тоже, что прибавляет ему, конечно, плюсов. Вот, по крайней мере, определенного, определенного части электората. А духовный сан он имеет какой-то? Я помню... Нет, нет, нет. А как же вот были разговоры о том, что, как правило, в последнее время, так сказать, считалось, что президент, действующий президент, он может как бы иметь шанс заменить духовного лидера, который в ближайшее время рано или поздно отправится навстречу Всевышнему. Да, это получилось тем, что Раиси как раз обладал религиозным статом. Он, когда пришел на пост, он был в Джат-Улислам, это последний пост перед Айтулой. Он занимал его, правда, уже через несколько месяцев под видом стоимого пресса стал называть его Айтулой, хотя он, в общем, не знал экзамены, не был признан Айтулой, но везде писали Айтулой. Ну, президент, значит, Айтулой. Забыли, да. Поэтому сейчас просто это будет раздельно. То есть пост президента, когда вот, кстати, выводили Раиси на президентскую должность, то сказали, что религиозный лидер, в общем, прочит его в свои преемники. Ну, сейчас, потом, правда, получилось, что преемником вышел не он официально, неофициально, вернее, вот, молва, в общем, и пресса стал говорить, что сын Айтулой Хомны Мучтаба, он вроде бы, как бы, папа готовит сына к замене. Ну, насколько это получается, сейчас это будут два раздельных поста. То есть они и так раздельны, но, по крайней мере, он на это не претендует, и он понимает, что это, как бы, технократ у власти, и, в общем, это для Ирана совсем неплохо. Да. Ну, а хорошо. А вот, на ваш взгляд, нынешний, так сказать, президент, учитывая, что он, так сказать, в душе, в душе он реформатор, и, в общем-то, человек недалекий от медицины, такой я вам задам вопрос, может показаться странным, на первый взгляд. Хочет ли он, как президент страны, полномасштабной войны с Израилем? Нет, они не хотели бы полномасштабной войны с Израилем. Мне кажется, что вот эта вот воинственность, которая вот недавно проявилась как раз, она этим и погасилась. То есть они посмотрели, пощупали друг друга. Вот Израиль посмотрел, где у них там находятся ядерные объекты, где там стоит ПВО. Иран попытался сделать атаку, которая, в общем, ни к чему не привела. Попугали друг друга, но войны они не хотят. Они просто понимают, что мир все же разделен. Скажем, если они действительно пойдут на Израиль, то у Израиля есть друзья, есть какие-то партнеры, которые могут постоять. У них тоже есть партнеры, они теперь с Россией партнеры, чуть ли не стратегические. Я не знаю, пойдет ли Россия их защищать, но Иран, в принципе, наверное, вряд ли этого хотел бы. И, собственно говоря, мощь Ирана во многом надутая. То есть они, вот скажем, их не раз ловили на ракетных испытаниях, на которых там чуть ли не муляжи запускали и так далее. То есть у них, по большому счету, вооружений не так уж и много. И, скажем, там какой-то маломерный флот, у них нет больших кораблей. Они совершенно, хотя они сейчас продают и ракеты уже России даже, и прочее сейчас, хотя они создают, в общем, вполне нормальные дроны, которые даже в России построили, завод, но вряд ли, наверное, они могут на равных воевать с Израилем. Это все же не тот технологический уровень. Несмотря на то, что иранцы довольно высоки, они по многим параметрам занимают в мире ведущие места. Вот, например, недавно была оглашена цифра, что в Иране, например, публикаций по ядерной энергетике в 30 раз больше, чем на всем остальном Ближнем Востоке, не считая Израиля. Они очень серьезная научная страна, очень серьезные у них возможности и так далее. Но они понимают, что, наверное, вряд ли нужно воевать с Израилем. Им нужно просто... Воевать, не воевать, а вот поддерживать на медленном огне то, что сейчас происходит. Конечно, и поэтому им нужны серьезные ядерные технологии для того, чтобы показать, что эта страна является одной из ведущих стран региона Ближнего Востока. И в этом плане у нее есть определенная как бы возможность стоять над регионами и показывать, что эта страна номер один, что это региональная держава. Кстати, они говорят не о том, что они региональная держава. Еще в 2009 году их президент тогдашний Махмуд Ахманинижат объявил, что Иран вообще мировая сверхдержава. Просто на празднике у них есть в августе месяце День ядерных технологий. Он на этом дне, в 2009 году объявил, что они уже мировая сверхдержава. Поэтому они себя довольно высоко ставят. Не всегда это подтверждается практикой. Но в любом случае амбиции у них большие. Но эти амбиции все равно не приведут к тому, что две страны пойдут друг против друга. Хотя Иран очень дороже, что у него есть такие прокси, как, например, Хизбалла, которая вполне серьезно охраняет его интересы и вполне серьезно может, например, для народа символизировать то, что Иран реализует главную цель своей внешнеполитической стратегии потенциальное уничтожение Израиля. Они так говорят. Для того, чтобы это было чем-то подтверждено, вот они создали Хизбаллу, которая может быть пущена в ход полномасштабно. Но вряд ли это им нужно сейчас, вряд ли им нужен переход на войну регионального, может быть, и мирового порядка. Да. Спасибо. Спасибо большое. Доктор Владимир Мельсамет, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. А наша программа подошла к концу. Велаю Александр Гурарье. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...